Это огромная радость для меня, что я сегодня вместе с вами. Прежде всего хочу передать приветствие славянской евангельской миссии и многие партнеры в Великобритании сейчас молятся о нашем служении здесь в Молдове. Я чуть-чуть хочу рассказать о себе. Я работаю в славянской евангельской миссии всего последних два года. А до этого я был школьным преподавателем много-много лет. И так же я был одним из пресвятеров церкви возле Манчестера. Это первый мой приезд в Молдавию. И мы преподавали в Бельской библейской школе прошлую неделю, и еще одну неделю будем продолжать. И просто для меня было огромной радостью, что я увидел столько студентов на прошлой неделе новых. Я женат на Джан, и мы имеем трое парней, Нейтан, Самуэл и Джошуа. Нельсон, Самуэл и Иосиф Джошуа. И прошлом октябре брат Пётр, он был в моем доме. Я была рада иметь общение с ним. И так же благодарю за вашу церковь, за ваш труд здесь в Молдавии. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть Иван от Луки в 17 главу. И давайте мы посмотрим на первые десять из стихов. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мелочное жерно повесили ему на шею и бросили его в море, нежели, чтобы он соблазнил одного из малых сих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя, брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножи в нас веру. Господь сказал, если бы имели веру с зерно готичное, и вы сказали бы с полковницей сей исторги, если пересадись в море, то она послушалась бы вас. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба за то, что он исполнит приказание? Не думаю. Так и верь, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Когда вы стали христианами, Господь не хотел, чтобы что-то было неправильное в вашей жизни. Он привел вас и соединился с этой семьей верующих. И он хотел, чтобы с вами было все хорошо, все прекрасно, и лично с вами, с теми, кто вокруг вас. И сегодня, вот в это утро, я хотел бы поговорить о том, как мы можем помочь друг другу, как верующие, как христианин. Как мы можем делать добро друг другу. И в этом коротком отрезке Иисус Христос преподает нам, как минимум, четыре урока, как мы можем жить вместе, как верующие, как христианин. И первый урок находится в первых двух стихах. И первый урок – это забота о тех малых, которые есть среди нас. И когда мы смотрим вокруг, мы видим, что есть разные возрасты. Есть разные возрасты физические тоже, начиная от маленьких детей и заканчивая людьми, которые уже в возрасте. Но, естественно, кроме физического, есть и духовный возраст человека. Может быть, кто-то только недавно покаялся, короткое время верующим является. А кто-то уже давным-давно верующий. Но, тем не менее, дети открытые, и они могут учиться очень легко. Вы знаете, что мы учимся больше первые пять лет нашей жизни, чем потом всю нашу жизнь. Мы первые пять лет своего возраста учимся, как говорить, как ходить, и массу других вещей. И дети учатся через то, что они видят, слышат и делают. И точно так же и в христианской жизни. Первые годы после того, как мы обратились к Иисусу Христу являются очень важными для нас. Потому что мы обретаем какой-то особенный опыт, когда мы стоим участием в церкви. И в этом есть большая ответственность в церковном общении. И Иисус Христос говорит о том, что мы должны быть очень осторожными, чтобы не ранить того, кто только пришел в церковь. И если мы уже давно верующие, более-таки твердые в нашей вере, мы должны посмотреть, как мы ведем себя, что мы говорим. Потому что глаза тех, кто только уверовал, они постоянно будут сосредоточены на нас. Они будут учиться от нас. И поэтому мы должны быть хорошим примером и благочестивыми христианами. И вот это тот первый вызов, который стоит перед нами в это утро. Является ли вы, являетесь ли вы хорошим примером, или не совсем хорошим для тех, кто недавно веровал? Подумайте, вот если новообращенные христиане будут следовать вашему примеру, будут ли они расти духовно и вставать ближе к Иисусу Христу? Будут ли они приносить плод духовный в своей жизни? Любовь, радость, мир, долготерпение. И поэтому Иисус Христос говорит здесь, в этом месте, в Священном Писании, чтобы мы не соблазнили никого из малых всех. И вот это тот первый урок, который мы можем извлечь из этого отрезка. И второй урок, который мы находим в этом месте из Писания, прощайте грехи. И Иисус Христос говорит о том, что мы должны прощать те грехи, которые совершили против нас наши братья. Конечно, мы живем в таком обществе христианском, в христианской общине, даже можно сказать. Но это несовершенное общество. Время от времени мы все равно согрешаем. И те же самые люди против нас согрешают снова и снова. Но Иисус Христос говорит о том, что если даже люди против нас согрешили, если даже брат твой против тебя согрешил, то ты можешь пройти и сказать ему об этом. Ты можешь сказать ему, но сказать смирение. Мы не хотим, чтобы поругаться с нашим братом. И апостол Павел говорит о том, что мы должны делать это в любви, если даже что-то скажем другому. Чтобы мы побудили, ободрили нашего брата к тому, чтобы он покаялся о своем грехе. И Иисус Христос говорит о том, что это должно быть между вами. Очень часто бывает так, что если кто-то против нас согрешил, то все должны узнать об этом и всем скажем. Но это не библейский путь. Это не путь Христов, когда мы рассказываем другим, а тот человек не знает. И Господь очень четко говорит, что мы должны прощать грехи других. И если, конечно, другой раз согрешит, против нас. И даже если седьмой раз в день он согрешит, то все равно мы должны прощать ему. Здесь имеется в виду, конечно, не количество, а то, что мы должны быть настроены на прощение. И, конечно, это не просто для нас, это тяжело. Но вот это то, что должно характеризовать христианскую общину. Поэтому, прежде всего, мы должны заботиться о тех, кто новообращенный. А также мы должны прощать друг друг грехи. И давайте мы посмотрим на пятые, шестые стихи, и увидим, какая должна быть у нас вера. Ученики просили Господа Иисуса Христа, чтобы умножил у них веру. И то, что сказал Иисус, это крайне удивило учеников. Он говорит о том, что если бы имели веру, как горчичное зерно, и сказали смуковнице, сей, и сторнись, и пересадись в море. То так оно и было бы. Поэтому Иисус Христос говорит о том, что если бы даже, хотя бы имели маленькую веру, это было бы достаточно. Некоторые сосредотачивают себя на добрых делах. Ну, некоторые люди считают, что достаточно просто посещать церковь или принадлежать какой-то деноминации. А некоторые считают, что просто достаточно крестить младенцев, и это все уже. Некоторые люди считают, что они должны иметь ту веру, которую имели их родители, отцы. В общем-то, это неплохо, если вы посещаете церковь, если вы являетесь частью какой-то конфессии. Но все эти вещи не могут нас спасти. Мы должны сосредоточить нашу веру на нашем Господе Иисусе Христе. Мы не можем стать частью христианской семьи без такой веры. И поэтому к нам звучит вопрос, это утро. Является ли ваша вера доверительной вашему Господу Иисусу Христу? Верите ли вы с доверием? Поняли ли вы когда-то в своей жизни, что на самом деле вы являетесь грешником и нуждаетесь в прощении? Если вы не имеете ответа на эти вопросы. И это очень опасное состояние. И не имея такой веры, это очень опасно, потому что если мы умрем, то мы пристанем перед Божьим судом. И мы должны понимать, что... Должны верить в то, что Бог накажет за грех. Должны верить в это, понимать это. Но добрая новость заключается в том, что мы имеем надежду. Все это наказание, которое мы могли бы принять, оно было бы изложено на Иисуса Христа. И все, что нам нужно, это просто покаяться перед Ним. И искать Божьего прощения. Довериться нашему Господу Иисусу Христу. И любой человек может сделать это прямо сегодня, или даже прямо сейчас. И именно тогда, вот с этого момента, вы становитесь частью Божьей семьи. И вы сможете пережить вот эти огромные благословения, о которых просто нет сегодня времени говорить. Но все, что нам нужно, это довериться нашему Господу Иисусу Христу. Но вера наша не ограничивается только тем, что мы пришли к Иисусу Христу. Христианская жизнь — это ежедневное хождение в вере. Каждый день, в различных ситуациях нашей жизни, мы встречаемся. И в этих ситуациях мы должны показать свое доверие нашему Господу. Мы не можем жить христианской жизнью нашей своей силой. Но мы живем той силой, той крепостью, которую Бог дает нам. Вы знаете, что вот это смуковничное дерево на самом деле очень трудно вырвать из земли. Ну, практически это невозможно его оттуда вырвать и сторнуть. И в христианской семье если мы реально хотим быть такими, какими Бог хочет нас видеть, мы должны как-то взращивать нашу веру. И иногда вот для того, чтобы община была вместе, это опять-таки не очень непросто. Иногда даже некоторым тяжело. Но мы должны как-то практиковать свою веру в Господе и учиться жить так, как Бог учит. И, наконец-то, последний урок, который хотел бы обратить внимание, но мы должны понимать, что христианская жизнь это не только совершение каких-то подвигов, например, что дерево там и сторнется или еще что-то. Это вещи, которые мы должны делать каждый день. В христианской общине мы с вами должны служить и служить с верностью. И вот это то, о чем говорят последние стихи, прочитанного нами отрезка. Иисус Христос рассказывает здесь притчу. И этим самым Он напоминает нам о том, что мы должны быть очень верные служители. И в этой притче напоминает, что на самом деле работа очень трудная. И часы тянутся долго. И этот раб, который так долго работал на поле, он возвращается обратно домой, и дома ему нужно продолжить опять работу, служить Господину. И поэтому Иисус Христос напоминает и нам о нашем служении. Когда мы с вами давали вот это обещание, заключали договор, что будем служить Господу, мы понимали, что это будет нелегко. И иногда мы разочаровываемся, и вот это служение приносит нам какие-то трудности. Где же цель? И многие люди вот в этих трудностях уже готовы и сдаваться, и повернуть назад. Но какими же мы должны быть? Давайте мы посмотрим на 10 стих. Мы рабы, ничего не стоящие. Потому что мы сделали то, что должны были сделать. Почему мы так говорим? Мы недостойны, потому что мы были грешными. Но мы служим нашему Господину с Его достоинством, а не с нашим. Мы служим тому нашему Господу Иисусу Христу, который умный за нас. Да, Писание напоминает нам, что христианская жизнь, особенно в служении, оно нелегкое. Но мы все-таки должны служить нашему Господу с верностью. Мы должны угождать и делать приятное нашему Господину, который на небесах. Потому что придет время, и мы услышим от Него эти слова прекрасные. Когда Он скажет нам, добрый и верный раб. Поэтому, когда мы находимся в христианской общине, мы должны понимать, что это наша обязанность быть верными рабами Господними. Да, бывает время разочарования. Много раз мы говорим, что, ну, а какой результат? Помните слова Господа нашего Иисуса Христа. Мы недостойные рабы. Мы только делаем то, что угодно Господу. Но мы служим Господу в Его достоинстве, в Его славе. Таким образом, вот в этом коротком отрезке мы находим вот эти четыре прекрасных урока, которые учат нас, как быть частью христианской семьи. Прежде всего, это быть осторожными и заботиться о тех, кто слабы в вере. И жить такой благочестивой жизнью, чтобы быть примером для тех людей, кто только пришел в церковь. Второе, это прощать грехи. Да, может быть, снова и снова придется прощать, но нужно прощать. И, конечно же, иметь веру, спасающую веру, это очень важно для нас. И, наконец, служить Господу с верностью, потому что наш Господь Иисус Христос достоин этого. Аминь.